МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше, чем просто доктор. Развитие института семейных врачей обсудили на межрегиональной конференции. Энергию в нужное русло. Подведены итоги регионального этапа конкурса «Надежный партнер». Стильно, модно, красиво. В Чебоксарах прошел конкурс парикмахерского мастерства. Сегодня во всем мире отмечается день семейного врача. В столице республики в этот день состоялось открытие межрегиональной научно-практической конференции врачей общей практики Приволжского федерального округа, в которой принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Чуваши был одним из первых регионов, где институт общеврачебной практики получил свое развитие. И по сей день за опытом и знаниями приезжают сюда медицинские работники из разных уголков страны. Создание института семейной медицины является одним из направлений социальной политики государства, направленное на оздоровление населения, создание условий для роста рождаемости, укрепления семьи, обеспечения семейного благополучия. На этот раз врачи общей практики, врачи-терапевты, врачи-интерны, студенты медицинских факультетов, всего около 400 человек, обсуждали наиболее актуальные вопросы семейной медицины в аспекте борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая конференция прошла впервые. И в ней приняли участие медицинские работники Чуваши и других регионов – Кировской области, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Республики Коми и Мариэл. Врач общей практики, семейный врач – это сложная специальность. Она включает в себя многообразие форм работы с пациентами. Эта конференция направлена на получение полезной информации, которая поможет врачу в организации его деятельности. Ассоциация Института совершенствования врачей общей практики постоянно проводит различные занятия по повышению квалификации, многопрофильные семинары и собрания. Именно в таких форматах обсуждается многообразие работы семейного врача. Семейный врач, коих у нас сегодня с вами 525 в республике, является первым главным именно в первичном звене. Именно вы первыми приходите на помощь тому, кому трудно. Особенно на селе, особенно в глубинке. Специфика работы семейных врачей такова, что, наблюдая несколько поколений одной семьи, они могут спрогнозировать появление того или иного заболевания и принять действенные профилактические меры. По сути, в их руках здоровье всей нации на много лет вперед. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Централизация торгов на лекарства позволила республике сэкономить более 100 миллионов рублей бюджетных средств. Любая таблетка в регионе закупается открыто. С результатами аукционов может ознакомиться каждый желающий на официальном портале органов власти. Еще два года назад все лекарственные препараты и оборудование больницы закупали самостоятельно. Зачастую по завышенной цене. Сейчас заявки на поставку медицинских товаров сводятся воедино для проведения электронных торгов. Приобретать лекарства через онлайн-аукционы глава республики потребовал два года назад. Система показала свою эффективность. Она позволяет экономить бюджетные средства и полностью исключает коррупционные схемы. На сегодня мы около тысячи торгов в среднем проводим. То есть мы занимаемся достаточно серьезной работой. У нас даже организовано специализированное учреждение, казенное, центр ресурсного обеспечения, деятельность учреждений здравоохранения нам в помощь для того, чтобы обрабатывать эту массу огромную торгов. С одной стороны, а с другой стороны у нас заявка на формирование и лекарств, и оборудование происходит и начинается с уровня участкового врача, когда прежде всего врач участковый в первичном звене, а в стационаре врач лечащий решает, чем лечить пациента, качественно лечить пациента в рамках наших стандартных протоколов. В прошлом году за право поставки лекарственных средств боролись более 50 фирм. Удалось сэкономить порядка 56 миллионов рублей только на закупках препаратов для льготников. В условиях дефицита бюджета республика увеличила объемы приобретаемых лекарств. Мы с одной стороны эффективно назначаем медицинские препараты, поскольку контролируем назначение врача главными специалистами и смотрим на соблюдение назначений в соответствии с нашими стандартными схемами лечения, а с другой стороны мы стараемся формировать эффективно централизованную закупку и добиваться бюджетной эффективности. То есть каждый рубль у нас работает значительно эффективнее именно в условиях централизованной закупки. В 2015 году мы также продолжили наши централизованные закупки и уже по итогам сегодня сформированных торгов мы имеем экономию порядка 42 миллионов рублей. Закупки лечебных учреждений согласовываются со специальной комиссией Чувашского Минздрава. Если приобретение препарата здесь посчитают нецелесообразным, то заявка будет отклонена. По такой же прозрачной системе республика начала проводить аукционы на ремонт медицинской техники и организацию питания пациентов. Александр Гаврилов, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика. Проблемы жителей микрорайона Кувшинка под контролем. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу по развитию микрорайона. В совещании приняли участие руководители города, строительный компаний «Лидер» и жители самовольного поселка Шанхай, где и ведется комплексная застройка. Роза Леонтьева живет в микрорайоне более 20 лет и рассказывает, что когда приехали в Чебоксары на работу, жилья не было. Долгое время снимали квартиру, а потом купили засыпушку. Домовые книги у нас все есть, план дома все есть. Через 18 лет мы построили новый дом. Однако домовая книга – это не свидетельство о праве собственности на землю. И вот у жителей поселка как раз и нет. Следовательно, все дома и засыпушки, и коттеджи возведены незаконно. Никаких планов застройки в Шанхае, разумеется, не существует. Дома лепятся друг к другу в хаотичном порядке, улочки узкие. И для сотрудников МЧС это дополнительная головная боль. В случае пожара добраться до очага возгорания и локализовать его очень трудно. Кроме того, здесь нет канализации. Все стойки в неочищенном виде поступают прямо в кувшинку. Да еще сами жители организовали по берегам несанкционированные свалки, что усугубляет экологическую проблему микрорайона. В декабре 2011 года строительная компания «Лидер» выиграла конкурс на комплексную застройку территории. Стал вопрос о сносе самовольных построек. Я туда с представителями компании-застройщика, в том числе сам руководитель компании был. И мы с жителем сказали, что в ближайшее время будут заключены договора для любого участия или выплачены компенсационные выплаты. Не во всем есть согласие. Компания «Застройщик» сегодня предлагает квартиры площадью от 33 квадратных метров для жителей микрорайона. Не всех это устраивает. Кто-то заключает договора, кто-то просит больше. Несогласные жители микрорайона обращались в суд, но в 2014 году прокуратура не нашла нарушений в деятельности ни администрации города, ни застройщика. Тогда же началась стройка. Сейчас в микрорайоне Кувшинка уже поднят один дом, который строители планируют сдать в этом году. Начали строить в 2014 году. На сегодняшний день поднято 4 дома. С земли вышел 5 дом, 16 позиция. В этом году собираемся сдать 30 тысяч квадратных метров. На территории 289 домов, установленных по результатам инвентаризации совместно с администрацией города и администрацией Калининского района. Из них 90 семей получили квартиры в строящемся доме или денежные компенсации. Александр Ильин из тех, кто согласился на условия застройщика, получил денежную компенсацию. Он считает, что компания работает с жителями микрорайона вполне цивилизована. Я очень доволен, что наконец-то переехал. Поэтому нисколько не сожалею. Мне предложили компенсацию. Я получил и купил свое жилье уже. С действиями застройщика не согласны лишь те, кто взамен Хибар успел построить в Шанхае двухэтажные коттеджи. Тоже, разумеется, незаконно. Понятно, что 33 квадратных метра – неравноценный обмен. Но и строительная компания не может работать себе в убыток. По договору с администрацией города строители обязаны предоставить жителям микрорайона Шанхае благоустроенное жилье. И вопрос мог решиться вполне мирно. Мне кажется, некоторые депутаты просто вводят в заблуждении людей на самом деле. Мы говорили про расселение давно, что когда-нибудь сразу снесут. Поэтому кто-то строил выше, кто-то не строил, зная, что куда-то сносит. План развития территории микрорайона Кувшенко рассчитан на ближайшие пять лет. Но для того, чтобы он был успешно выполнен, жителям, городским властям и строителям сначала необходимо прийти к соглашению. Задача, чтобы общественно-политическая ситуация оставалась стабильной, меньше было конфликтов и вообще не было ущемления прав граждан Российской Федерации. По результатам совещания собравшиеся решили создать рабочую группу, участники которой встретятся с каждым домовладельцем и обсудят перспективы разрешения спорных вопросов, после чего будут приняты меры по их возможному урегулированию. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Кстати, несколько шанхайских активистов на днях вернулись из Москвы, где собирались принять участие в несанкционированной акции. Ее попытался организовать депутат Государственного совета Чувашии Андрей Кулагин. Сотрудники ОМОНа вынуждены были заблокировать незадачливых манифестантов в автобусе и сопроводить их за 101 километр, сообщает интернет-издание Правда.ру. В этой же статье содержится интересная информация о самом депутате. Со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослава Нилова, издание сообщает. Господин Кулагин из ЛДПР исключен, причем уже давно. Он исключен за нарушение партийной дисциплины, финансовой дисциплины. Человек, увы, проявил себя не с лучшей стороны. Конец цитаты. С одной стороны, по словам Ярослава Нилова, партия всегда защищает интересы жителей. Но с другой стороны, все-таки надо соблюдать действующее законодательство и прежде всего не подставлять тех людей, интересы которых ты защищаешь. Ознакомиться с полной версией можно на сайте издания Правда.ру. К другим новостям. Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежный партнер». Региональный этап конкурса проходит при поддержке Кабинета министров Чувашии и призван выявить лучших потребителей электроэнергии в республике. Каковы условия конкурса и кто стал победителем в нашем репортаже? «Надежный партнер» – проект, реализуемый по инициативе «Русгидро» и призванный придать новый статус благонадежным потребителям топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Снижение расходов энергопотребления и энергоэффективность – вот главные показатели, по которым определялись лучшие представители промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса, ЖКХ и бюджетной сферы. «Не первый уже год проходит конкурс «Надежный партнер» в Чувашской республике. И я с благодарностью хочу отнестись ко всем руководителям предприятий, организациям, кто принимает участие в конкурсе и осознает ту важность платежей в энергосистеме Российской Федерации». Сегодня подведены итоги регионального этапа конкурса. Список победителей будет направлен в адрес Оргкомитета федеральной акции «Надежный партнер». Отрадно, что эта акция начинает приобретать действительно всероссийский масштаб. Очень рад, что в Чувашии есть предприятия, наши партнеры, наши клиенты, которые в прошлом году достойно выглядели на общероссийском уровне. Это не только возможность, чтобы о вас узнала вся страна, это правильные сигналы всему деловому сообществу о том, что с вами можно, нужно иметь дело не только в пределах Чувашии, а во всей России. Среди 16 предприятий победителей особое признание в номинации «Энергоэффект года» досталось филиалу фирмы «Август» – Вурнарского завода смесевых препаратов. То, что нашу работу оценили, отметили, я считаю, что это высокая заслуга той большой и кропотливой работы, которую мы проводим из года в год. Главное, я считаю, все-таки это кадры, очень высококвалифицированные кадры в службе главной энергетики, особенно службы главного инженера. И благодаря высокой квалификации удается внедрять самое современное эффективное оборудование. В июне лауреатов конкурса пригласят в Москву на итоговое награждение победителей. Но главный приз они уже получили. Сэкономленные на энергозатратах средства можно вложить в дальнейшее развитие. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии является неотъемлемой частью работы многих компаний и предприятий. Особенно это важно там, где малейший сбой может серьезно нарушить рабочий цикл. На биологических очистных сооружениях решили эту проблему. На предприятии появилась мини-ТЭЦ. О новом источнике энергии в следующем материале. 500 кВт электрической мощности и 600 кВт тепловой. Такие характеристики у новой электростанции. Наладка и запуск оборудования заняли около полугода. И уже около двух недель она производит тепло и энергию. Мини-ТЭЦ работает на базе газопоршневого двигателя. То есть на природном газе и весьма экологично. Электростанция генерирует в сеть предприятия электрическую энергию. И соответственно выделяет тепловую энергию, которая используется нашим предприятием для отопления предприятия в зимний период. А также для обеспечения предприятия горячей водой. Мини-теплоэлектростанция работает постоянно и соответственно происходит ее окупаемость. Несмотря на то, что оборудование весьма недешево, срок окупаемости электростанции составляет порядка 3,5-4 года. Станция является резервным источником питания. Также с ее помощью предприятие снижает свои затраты. Работает энергоэффективно. Еще одним плюсом является то, что работа полностью автоматизирована. Все параметры работающей станции выведены на диспетчерский пункт. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах дали старт 8-му Чебоксарскому международному кинофестивалю. Сегодня начались показы конкурсных фильмов. Они проходят в залах сразу пяти столичных кинотеатров. В программу включены не только российские ленты, но и картины режиссеров из Финляндии. Причем оценивать работы в этом году будут участники прошлогодних кинофорумов. Организаторы не скрывают, что финансовые проблемы коснулись фестиваля, но, несмотря на это, удалось подготовить интересную программу. Торжественную атмосферу в этот вечер не испортила ни пасмурная погода, ни отсутствие красной дорожки у входа. От главной традиции организаторы все же не отказались. Старт фестивалю был дан ударом в киношной хлопушке. 8-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, открыт. Зрителям на этой неделе покажут 11 полнометражных лент и 13 картин, снятых региональными студиями. Многие из этих фильмов навряд ли попадут в широкий прокат. Организаторы говорят, что для молодых актеров и режиссеров этот фестиваль станет возможностью заявить о себе. В 8-й раз проходит фестиваль в Чебоксаре. Более 400 фильмов вы посмотрели в прошедшие годы. Я надеюсь, что традиционно наш фестиваль всегда нацелен на духовное кино, на развитие молодого поколения. Все это вы увидите и в эти дни. Члены жюри отмечают, выбор будет довольно непростой. Множество конкурсных фильмов уже участвовали в кинофестивалях. Как и в прошлые годы, авторам лучших кинолент вручат бронзовые статуэтки Анеа и специальный приз главы республики. Это картины, которые мы должны оценивать, показать, что мы круче, что мы понимаем больше кино и не унизить наших предыдущих коллег-оценщиков. Я хочу сказать, что это большая честь, эти картины пытаться оценить, найти в них что-то, с чего не углядели наши коллеги. В этот раз за призы кинофестиваля борются и три ленты, снятые местными режиссерами. Причем одна из картин звучит на чувашском языке. В конкурсе участвуют и фильмы из Алтая, Якутии и Татарстана. Это огромный рост. Говорит о том, что мы берем пример из других прошедших кинофестивалей и, несомненно, дают нам толчок для дальнейшего развития именно национального кинотографа. Очень важно получить оценку критиков, оценку жюри почетного, который присутствует здесь на нашем кинофестивале. Очень хотелось бы узнать, что происходит в соседней республике по киноискусству. Я думаю, что, в общем-то, и мы в какой-то степени должны не только не отставать. Для зрителей, я думаю, интересно будет не только познакомиться, но и какую-то новую атмосферу почувствовать. Понимаете, что такое атмосфера, вы знаете, да? То есть совершенно другое отношение должно появиться к кино у людей. Открылся Чебоксарский фестиваль кинопремьерой. Фильм «Старики» молодой режиссер Владимир Вобликов не случайно решил презентовать именно здесь. В прошлом году он привозил в Чебоксары свою документальную картину. Работа автора тогда впечатлила известного актера Сергея Фетисова, который предложил снять кино по мотивам необычной пьесы. Я всегда хотела фильм снять, художественный, да? Мне без разницы было, короткий, полный метр, абсолютно без разницы, вот, значит, потому что не было истории интересной. Вот, и у меня рассказала история, и я понял, что это именно та история, которую я хочу снять. Вот, сразу его увидела в роли Гастрита, соответственно, вот, ну и как-то очень быстро все закрутилось, завертелось, и моментально все. Фильм «Старики» на этой неделе презентуют и в муниципальных домах культуры. В рамках кинофестиваля авторы картины проведут творческие встречи с жителями Порецкого и Красноарамейского районов. Познакомиться с известными актерами смогут и чебоксарцы. Для горожан они проведут мастер-классы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В афише Чувашского драматического театра новый спектакль. Действие пьесы «Не покидай меня» переносит зрителя в 1944 год. Под командование капитана Михасева поступает группа разведчиц. Четыре девушки еще вчера были школьницами и мечтали о светлом будущем. Но началась война, и они встали на защиту Родины. Капитан Михасев готовит их к спецзаданию перед белорусской наступательной операцией. Среди знакомятся с судьбой каждой разведчицы. В чувашской литературе мало пьес на военную тематику. Этот пробел решил восполнить артист театра Геннадий Медведев и перевел произведение украинского автора. Режиссер утверждает, работала с ней обыкновенно легко, на подъеме. Мы тот самый бессмертный полк, который в Москве прошел и в разных городах России. И вот создатели спектакля, и артисты, и режиссер, и художники по свету, сценограф, хореограф. Все-все, которые были творческой группой спектакля, они воображение несли каждый портрет своих родных. Или дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки. Не важно кого. Но главное, что вот рядышком все время и отдавали, наверное, дань памяти. Кстати, музыкальное сопровождение для спектакля «Не покидай меня» подготовил наш коллега, звукорежиссер Александр Павлов. Условные декорации, авангардные танцы, авторские песни очень украшают постановку. Анастасия Алангина, Алена Латухова, Расиль Мухаммедов, Республика. ПТУ по тебе плачет. Пугали недостаточно прилежных школьников, советские учителя. Сегодня все изменилось, профессиональное образование стало престижным. Привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям призваны различные олимпиады профессионального мастерства. Сегодня в столице Чуваши состязались парикмахеры. Парикмахер – это не только профессия, но и призвание искусства. Современные тенденции в прическах, цветах и стрижках, создаваемые мировыми брендами, подхватывают и воплощают в жизнь мастера всего мира, в том числе и нашего города. Я считаю, что конкурс нужен для того, чтобы молодые люди больше уважали свою профессию. Дело в том, что при подготовке к конкурсу тратится очень много сил и энергии молодых людей. Они понимают, что каждая прическа выражает конкретно каждую личность. Личность определенная должна быть неповторима. Создать мужскую модную прическу – такая задача стояла перед участниками олимпиады на финальном этапе конкурса. На выполнение задания – лишь один час. Каждый из участников, пройдя такой конкурс, определенно повысит свое мастерство. И, возможно, по-другому посмотрит на форму, цвет и прическу в целом. С парикмахером, да, я хотела стать с детства. У меня даже мечта была, я всегда, у меня тетя парикмахер, я как бы с ней на нее смотрю. Вот. А сюда как-то, не знаю, получается, я хотела вначале куда-то в другое место, а потом все же решила в своей мечте пойти на парикмахера. 40 баллов – именно столько мог максимально заработать каждый участник. Форма, цвет и стиль каждой работы тщательно оценивалась членами жюри. Самое большое количество баллов набрала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Марина Васильева. Кстати, решение учиться на парикмахера Марина приняла, глядя на свою маму. Самое сложное – это мужские стрижки, так как работаешь с машинкой, можно проехаться не так. Мне нравится делать людей красивыми. Через несколько лет Марина видит себя и парикмахером, и визажистом, и маникюристом. В общем, специалистом широкого профиля. И именно такие олимпиады помогут ей достичь желаемого. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах прошли открытые соревнования по легкой атлетике среди школьников и учащихся техникумов на призы спортивного клуба «Юрат». Сильным и здоровым дождь не помеха. Во всяком случае, спортивного пыла он не остудил. Около 130 спортсменов несколько часов били за награды. Соревнования, как и многие события этого мая, посвятили 70-летию победы. Однако это не разовая акция, а часть полномерной работы по увеличению молодежи в здоровый образ жизни. Два года назад мы организовали спортивный клуб «Юрат». Поддерживаем молодых спортсменов Чувашской Республики. И вот, значит, пытаемся, значит, с молодого поколения, прямо среди школьников проводим вот эти соревнования. Тут и эстафета, и забег на 800 метров. Все школы, которые изъявили желание, они приняли участие. Жаль, что дождь разогнал болельщиков. Соревнования проходили при пустых трибунах. Но отсутствие зрителей не помешало спортсменам проявить себя. Среди сборных 10-11 классов победителем стала ново-чебоксарская школа номер три. В младшей группе победу одержала команда 22-й чебоксарской школы. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова